Александр Гиндин считается одним из лучших пианистов не только в России, но и во всем мире. Он удостоен премии престижных международных конкурсов. Имени королевы Елизаветы и Петра Ильича Чайковского побеждал в Клиблинском международном конкурсе пианистов. Своими музыкальными достижениями Александр Гиндин начал поражать с детства. В 12 лет он стал самым юным лауреатом московского городского конкурса. А Лесногородскую школу искусств Виртуоз посещает регулярно. Александр Гиндин начинал работать в нашей школе много-много лет назад, еще когда у нас была старенькая маленькая избушка наша любимая. Ну и с тех пор он уже не работает больше 15 лет, но он к нам ежегодно, ну как минимум на один концерт приезжает. Дает у нас бесплатный концерт для жителей Одинцовского района, нашего поселка. И мы приглашаем Московскую область для всех желающих. Совершенно бесплатно. Рядом со мной заслуженный артист России, непревзойденный мастер, виртуоз, пианист Александр Гиндин. Александр, спасибо, что приехали к нам в Одинцовский район. Спасибо вам, что приняли. Скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали пианистам из Одинцовского района, и может быть не только, которые только начинают свой творческий путь? Ну что ж, путь у них длинный впереди, путь у них прекрасный. Вот и на самом деле уже очень много лет меня связывает тесная, очень теплая дружба. Замечательная лесногородская школа и с вашим районом много уже не первое десятилетие. Вот поэтому многие эти пути прошли, как и у меня перед глазами, дети выросли, стали, остались, многие из них остались в профессии, многие из них стали музыкантами. Это совершенно замечательно. Вот на самом деле любить то, что делаешь, верно этому служить и не отвлекаться на что-то другое. Желающих послушать, как играет виртуоз, оказалось немало. Среди них были преданные поклонники Гиндина, которые приехали из дальних уголков Подмосковья, а были и те, кому просто нравится хорошая музыка. Меня привлекло искусство, красота музыки. И мне очень любопытно посмотреть, как на педальку нажимают. Но Александр Гиндин не только любопытно нажимает на педальку. По мнению музыкальных критиков, его главные отличительные черты – это яркий артистизм, виртуозная техника и высокая культура звука, романтическая взволнованность и проникновенный лиризм интерпретации, широта репертуара и умение передавать замысел композитора. С первых секунд Александр Гиндин поразил слушателей своей непревзойденной игрой. В исполнении Александра Гиндина прозвучали произведения Бетховена, Мусоргского, Брамса и других легендарных композиторов. Тем, кто не смог посетить концерт виртуоза, не стоит огорчаться. В следующем году маэстро обещал снова приехать в Лесногородскую школу искусств.